Здравствуйте! Меня зовут Сергей Толмачёв. Вы смотрите программу «Научная среда» на канале ОТС. В 2024-й особенный год для Академгородка. Сразу несколько институтов отмечают свои юбилеи. Мы в Институте химической биологии и фундаментальной медицины, которому в этом году исполняется 40. И сейчас пойдем по лабораториям и узнаем, над чем работают ученые сегодня. Первое исследование, о котором сегодня расскажем, это разработка препарата против клещевого энцефалита. Это мой собеседник Нина Викторовна Текунова, доктор биологических наук Нина Викторовна. Чем ваше исследование отличается от тех, что уже существует? Наше исследование отличается принципиально, потому что это единственный в мире такой препарат, разработанный для лечения клещевого энцефалита и для профилактики клещевого энцефалита, для производства которого не требуется донорская кровь. Мы задумались, а почему животные, обитающие в природе, не болеют клещевым энцефалитом? А потому что у них очень мощные антитела против этого вируса. Мы взяли маленькие кусочки таких антител и встроили в их полностью человеческие антитела, получали так называемые гуманизированные антитела. Они оказались настолько удачными, что не только нейтрализовали вирус клещевого энцефалита, а если вы знаете, у нас в стране циркулируют три разных субтипа клещевого энцефалита, европейский субтип не очень опасный, сибирский субтип и дальневосточный субтип, которые очень опасны. Так вот, наше гуманизированное антитело, которое мы называли энцемаб, оно прекрасно нейтрализует все три субтипа. Но что значительно важнее, оно защищает мышей в реальном эксперименте, когда их заражали сотнями смертельных доз, то есть не просто одной смертельной дозой вирусов, а сотнями смертельных доз, и мыши выживали 100%. Причем выживали они, и если мы вводили наш энцемаб, препарат этого гуманизированного антитела до заражения вируса, то есть это работало как средство профилактики, и если мы вводили препарат после того, как мыши уже были заражены. То есть терапия? Да, это как раз терапия. Мы начали проводить более тщательные исследования. Ученый же не может остановиться. Мы проверили, а как хорошо защищает животных от, опять же, вирусов разного субтипа. Прекрасно защищает на животных всех трех субтипов. А с каким конкретным местечком на вирусе связывается наше антитело, чтобы нейтрализовать вирус и защищать животных? Сделали рентгеноструктурный анализ, показали, а сейчас это тоже требуется, обязательно должен быть механизм действия препарата, который выводится в фармкомпании на рынок. То есть мы показали и механизм действия, и как бы все. Ну а сейчас уже работы идут не связанные с самим препаратом. Мы исследуем тонкие молекулярные механизмы патогенеза клещевого энцефалита, потому что весь мир занят флавивирусами, которые переносятся комарами, а флавивирусы, переносимые клещами, это вот проблема в первую очередь Совет Российской Федерации, ну и отчасти европейских стран, где это заболевание, в общем, не такое уж и опасное. Что ж, будем надеяться, что когда-нибудь увидим ваш препарат и в аптеках, ну а мы идем дальше. Это уже лаборатория фармакогеномики, одна из задач, которая диагностика опухоли. Ее руководитель Максим Ильич Филипенко. Максим Ильич, расскажите, как это все происходит? Конечно, не диагностика как таковая, онкологические заболевания, то есть их первичные явления, а в основном наша задача состоит в том, чтобы как-то охарактеризовать опухоль с точки зрения ее каких-то специфических свойств. А как это технически делается? Технически это делается на основе анализа ее генома, так как сегодня хорошо известно, что онкологические заболевания – это заболевания генома. Клетки, как правило, в опуховых клетках происходит накопление большого количества мутаций, то есть изменение генетической информации в клетке, что, собственно говоря, и позволяет ей приобретать те свойства, которые характерны для опуховых клеток. Это неконтролимый рост, это попытки избежать различных сигналов от организма и внутри клетки, которые говорят о том, что эта клетка не должна неконтролируемой делиться. То есть вы создаете некие биологические маркеры, которые… Мы создаем портрет опухоли на основании действительно различных биологических маркеров, из которых основными для нас являются как раз те характеристические изменения генома опухоли, с одной стороны, ну и также экспрессия, проявление того генетического материала, который имеется в клетках опухоли. Но в основном, конечно, это парафиновые блоки, они несут, собственно говоря, саму опухоль, которую мы можем изучить и сказать, к какому типу она относится, и будет ли эта опухоль отвечать на тот или иной современный лекарственный препарат, что позволяет, во-первых, увеличить эффективность лечения пациента, ограничить токсичность в отдельных случаях. Ну и все мы хорошо знаем, что лекарственный препарат для лечения различного типа опухоли – это очень дорогое удовольствие, поэтому диагностические предварительные процедуры, позволяющие выбрать более правильно пациента, который с большей вероятностью ответит на этот препарат, это еще и важно с экономической точки зрения. Это Институт химической биологии и фундаментальной медицины, и говорим с его директором Владимиром Ковалем. Владимир Васильевич, фундаментальный институт, насколько прикладные задачи выполняют ваши ученые сейчас? Нет, мы, конечно же, да, действительно фундаментальный институт, институт фундаментальных исследований, но биология последние десятилетия стала достаточно прикладной наукой и частью человеческой жизни, человеческой деятельности. И из того, что сейчас мы делаем совершенно прикладного, это и диагностика, и ковид, и пандемия ковида последние четыре года показала, что требуется наличие диагностики и терапии, и это было понятно и до этого, соответственно, и платформы создавались. Сейчас институт достаточно много чего делает, прям совсем-совсем прикладного. Понятно, что мы создавали части компонентов диагностики в 2020 году, когда началась пандемия ковида. Мы тестировали и продолжали тестировать жителей Новосибирска, Новосибирской области в 2020 году, в 2021 году на ковид, создавали части компоненты тест-систем. Сейчас мы сертифицируем площадку в институте, производственную площадку под производство тест-систем, не ковидных, а других тест-систем, востребованных рынком. Если говорить про то, что создается прям совсем-совсем, такое прям прикладное требуется, востребованное рынком, у нас единственный в Российской Федерации онкалитический вирус, который прошел первую стадию клинических испытаний в Санкт-Петербурге, он создан в этом институте, в лаборатории Владимира Александровича Рихтера. Это очень прикладное, востребованное, очень сильно востребованное. В лаборатории Максима Ленича Филипенко создаются тест-системы на соматические мутации, на микроповторную нестабильность, которые позволяют назначать прям таргетные терапевтические препараты при онкологии. Это очень важно, сейчас это востребовано во всех странах мира. И я рад, что в России, в Сибири эта часть есть, и она хорошо работает. Мы создавали терапевтические средства, создаем терапевтические средства. У Нины Викторовны Декуновой создаются и антитела против клещевого энцефалита, для лечения клещевого энцефалита. Есть бактериофаги, разработка, поиск новых бактериофагов. Это как раз связано с тем, что появилось достаточно много разных стабильных противоантибиотиков бактерий. Сейчас как раз возрождается интерес к бактериофагам, которые развивались в 40-е годы прошлого века. И сейчас, как оказалось, человечество на той же спирали, на другом ее уровне возвращается к тому же самому. Мы возвращаемся к бактериофагам, которые хорошо лизируют бактерии, и у которых нет стабильного непринятия бактериофага. Бактериофаги лизируют бактерии, разрушают их, бактериальные биопленки, что очень важно для хирургических отделений, клиники и так далее. Из прикладного у нас достаточно большой пул работ по новым производным нуклеиновых кислот. Я имею в виду именно новые, химически стабильные, чуть-чуть другие нуклеиновые кислоты, которые используются сейчас как терапия. В терапии достаточно сильно все слышали про одно из самых дорогих лекарств мира, или про спинразу, созданную на Западе. Но у нас есть новые разработки. Мы можем создавать и создаем новые нуклеиновые кислоты, которые используются при лечении редких заболеваний, наследственных заболеваний. Это вот прям то, что из прикладного. Хотя, конечно же, мы очень-очень фундаментальный институт. Я бы сказал, все-таки фундаментальный институт. Желаем вам и вашим ученым удачи во всех этих исследованиях. Ну, а мы продолжаем экскурсию по лабораториям института. И вот как раз в этой лаборатории одно из практических исследований олионуклеотиды. Что это такое? Олионуклеотиды – это коротенькие фрагменты рибонуклеиновых и дезоксирибонуклеиновых кислот, которые, собственно, являются строительными блоками в нашем организме. Вы меняете строительные блоки? Нет. Мы их не меняем, а делаем измененные маленькие вот такие вот блоки, которые потом могут быть использованы для различных целей. Для диагностики, для терапии. Вы, наверное, знаете, что сейчас есть уже лекарства, разрешенные на основе олионуклеотидов. Например, от дистрофии дюшена, от различных наследственных заболеваний. Вот, в частности, мы синтезировали, разработали в нашей лаборатории вот такие вот новые олионуклеотиды вот с такими вот модификациями. Чем они интересны? Оказались с точки зрения практической. Мы их исследовали как зонды в ПЦР-диагностике. И оказалось, что вот есть такой ген КРАС, который, когда выявляется мутация в этом гене точечная, это говорит о том, что, скорее всего, есть злокачественные образования пошли. И чем быстрее выявить эти мутации, тем быстрее можно назначить лечение, да, и выбрать, какое именно лечение. Вот смотрите, мы немножко поняли про то, что кирпичики, из которых состоит наш организм, да? А как это выглядит технически? То есть, как эти кирпичики вводятся в организм пациента и выводятся? Объясняем вам. Вот, чтобы ввести вот такую вот модификацию вот сюда, мы сначала ее синтезируем химически. Вот прям синтезируем соединение. Потом с ее помощью мы синтезируем вот олионуклеотид, вот эту цепочку. То есть вы берете некий биологический материал человека, пациента, да, и с ним уже работаете? Да, мы смотрим, вот вы, наверное, знаете про ПЦР-тесты от ковида. Ну, все знают. А это получается тоже ПЦР-тест для того, чтобы определить, есть ли мутация, значит, есть ли опасность заболевания злокачественной опухоли. Вот с нашими зондами, вот с такими олионуклеотидами, они показали себя, что они вот могут прямо, вот если только-только начало этих мутаций, совсем мало, меньше 1%, и они их находят, наши зонды. Вот настолько они чувствительные. Точная диагностика крайне важна для терапии, для лечения опухоли. И вот, собственно, этим терапией занимаются в лаборатории биотехнологии. Ее заведующий Владимир Александрович Рихтер. Владимир Александрович, что происходит здесь у вас? Спасибо. Мы действительно занимаемся разработкой реагентов и лекарственных препаратов для терапии опухолей, главным образом опухолей злокачественных. И сейчас мы вот находимся на одной из площадок нашей лаборатории, где эти препараты и разрабатываются. Но основным достижением в этом направлении у нашей лаборатории является создание противоопухолевого препарата на основе онкалитического вируса ОСПО-вакцины. Вы знаете, что ОСПО-вакцина была именно из-за применения вот этого вируса ОСПО-вакцины, благодаря применению ОСПО-вакцины. Мы взяли этот вирус, который сам по себе обладает некими онкалитическими свойствами, онкалитическими способностями убивать раковые клетки. Мы его немного поковыряли в геноме, модифицировали и вставили туда еще два агента, которые, с одной стороны, уменьшают сродство этого вируса к здоровым клеткам, а с другой стороны, повышают его сродство к опухолевым клеткам. И вооружили дополнительным оружием этот вирус. Этот вирус, попадая в организм, проникает внутрь клетки, там размножается успешно, используя клеточный аппарат этой самой клетки, поражает эту клетку изнутри, вызывая ее опухолевые клетки. Клетка гибнет, вирус выплескивается в кровеносное русло, по нему распространяется, ищет метастазы, поражает их. И с ними происходит то же самое, что и с материнской опухолевыми клетками. То есть он такой избирательный, нацелен только на опухолевые клетки? Да, это в идеале у нас такое вот таргетное оружие для терапии опухолей. Спасибо вам за вашу благородную работу. Надеемся, что у вас впереди еще много исследований во спасении человеческих жизней. Меня зовут Сергей Толмачев. Это была программа «Научная среда». Мы были в гостях у юбиляра Института химической биологии и фундаментальной медицины. А через неделю расскажем о том, как вдохнуть новую жизнь в старый бетон разрушенных зданий. Увидимся и удивимся. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok